Как микрофон всегда включен, так и война никогда не кончается, потому что есть конкуренция, конкуренция глобальная между государствами, конкуренция между компаниями, конкуренция между брендами. В ряде случаев мы воспринимаем информацию, даже не думая о том, что имеет место, условно говоря, боевое противостояние. Да давайте мы обратимся к сфере всего-навсего телевизионной. И мы увидим классическое контрпрограммирование, которое вполне очевидно является внешним признаком информационного противостояния. В прошлом году я в своем блоге написал пост, который назывался «Российское телевидение против народного единства». Потому что ровно в день народного единства мы увидели апофеоз войны российских телеканалов за телезрителей, отнести рекламодателя, отнести за деньги и, значит, против на самом деле российского телезрителя. Когда в одно и то же время один канал, не буду его называть, показывал, если я не ошибаюсь, Тараса Бульбу впервые, а другой канал в это же время показывал мушкетера 20 лет спустя. И вот мы представим себе, когда сидит семья за праздничным столом, если День народного единства уже стал российским праздником, и вступает в конфликт между собой, что какую программу смотреть, зачем, спрашивается. А затем, что в борьбе за рекламодателя и за аудиторию каналы на самом деле не внушаются любыми психологическими форматами. Если мы посмотрим на то, что происходит в другой сфере, в сфере отдыха, в сфере брендовой конкуренции, то в ряде случаев мы поймем, что войны не кончаются. Другое дело, что кто-то их не называет войнами, кто-то называет их конкуренцией, и все. Но вопрос заключается в том, что есть технологии, условно говоря, белые, серые, бурые и черные. И когда мы говорим о серых, бурых и черных технологиях, то есть неэтичных и нелегальных, то в ряде случаев это вполне очевидный факт наличия боевой информационной операции. Как только мы открываем рот и говорим о информации, у людей сразу разные цвета включаются в голове, и они начинают думать о совершенно разных вещах. У нас даже в законодательном поле существует два представления об информации. Одно представление об информации, закон о средствах массовой информации вводит, а второе закон об информации и защите информационных действий, как-то так он называется. Совершенно разные представления. Одно технократическое представление, другое представление более-менее социальное. Но это разные вещи. Мы сейчас вынуждены были оперировать в течение выступления Дмитрия Петровича скорее техническим понятием информации, но никак не социальным. И в этой ситуации мы вынуждены были столкнуться с тем, что речь все время шла о системе механического характера, то есть системе, у которой целеполагание является внешним, а не внутренним. А отсюда вытекает огромное количество проблем. Существует, да, такое понятие, у меня первое образование техническое, понятие черного ящика. Сигнал на входе, сигнал на выходе. Я должен догадаться, что находится внутри, и в зависимости от этого посчитать, так сказать, цепь, в которой стоит черный ящик. Или четырехполюсник по-другому. Так вот, получается, что наше общество – это вот такой четырехполюсник. Главное – подать правильный сигнал на входе и получить на выходе то, что нужно. Назьми на кнопку – получишь результат. Известная песня. То есть, по большому счету, такой подход лишает, по крайней мере, большую часть общества субъектности. Общество становится объектом. Таким образом, объект не имеет, повторяю, что значит объект. Это то, что можно передвигать. Субъектность сохраняется только у элиты. Таким образом, как только мы говорим о борьбе в информационной войне, мы начинаем говорить, давайте бороться, давайте защищать элиту. Потому что она самая несчастная и самая уязвимая во всей этой ситуации. Помните такой фильм, его звали Роберт? Не помните? Ну, вот старшее поколение помнит. Когда там, по-моему, Пуговкин играл какого-то дядьку, который выяснил, что вот данный человек якобы, он роботом является. И тот ему, сам прикинулся роботом, подошел к нему робот и говорит, ты знаешь, у тебя устаревшая система, у тебя слезятся фотоэлементы. Так вот у меня начинают слезиться фотоэлементы, когда мы начинаем говорить о том, что мы должны защищать элиту. А зачем? Зачем? Если элита таким образом управляет нами, что мы являемся объектами, может быть, она и не нужна, такая элита. Дмитрий Петрович презентовал нам замечательную теорему, которую никто в зале не понял, да? О том, что это самое жертва информационной войны не... Никогда не знает, когда начинается война. Да. И тогда у меня возникает вопрос, откуда вы знаете, что она началась? То есть существует... Если теорема-то научная доказана, что жертва не может определить, да? Ни начало, ни конец, да? А вы просто оваетесь в состоянии, в ощущении, да? Да, что не в самого начала. Да, да. И тогда получается, как бы, а чем это состояние отличается от состояния паранойики, извините? Во-первых, есть такая поговорка хорошая, что если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами не следят. Начало информационной войны, вот вы говорите, что теорема доказана. Вот мне теорема не доказана, я ее понял, эту теорему, но я не согласен с Эхим, потому что любая компания в состоянии предположить, что узнать, что информационная война началась, более того, любая компания в состоянии ее вычислить и построить систему обороны против этого, если компания адекватна. А вот здесь уже возникает вопрос руководства, руководства компании. Руководство, оно как? Оно думает, что оно благодетельствует всех или оно получает прибыль? Здесь Дмитрий Петрович, я совершенно согласен, потому что вообще-то оно получает прибыль, у него другие цели, и эти цели могут не совпадать с целями окружающих людей, и чаще всего не совпадают. Если руководство это осознает, то у него есть портфель рисковых алгоритмов, который разрабатывается специально. Существует давно-давно выработанная система расчета рисков, начиная от банального свод-анализа и кончая построением матрицы рисков и составлением портфелей. Как говорил Игорь Писарский из агентства Римпортер-Новелли, он говорил, что мы продаем, что продают пиарщики, которые фактически являются людьми, управляющими репутацией. Пиар – это управление репутацией. Так вот, значит, они продают вот эти вот пакетики, перевязанные ленточки. Помните, когда, значит, господи, господи, кто же это был, немецкий фельдмаршал, к которому пришли в момент нападения Наполеона Третьего, и сказали, что война... Мольки, точно, Мольки Старший это был, да. Мольки Старший сказал, что откройте пакет в третьем ящике стола и не мешайте мне спать. Совершенно верно. Почему? Потому что у него был прописан кризисный сценарий на этот случай. Другой сценарий у него был прописан на случай, если бы они напали на Францию. И понимаете, в чем дело? Вот о чем идет речь. И в таком случае совершенно понятно, когда начинается атака. Потому что все критерии выписаны, они могут немножечко отличаться, но они выписаны. И точно так же совершенно понятно окончание. Это закономерность, это статистического характера, она не стопроцентная. Это не дедукция, это индукция. Но я понимаю прекрасно, что если вот этого, этого, этого я не вижу, значит, война закончилась. Или, по крайней мере, заканчивается. Мотивы субъекта, они для целей квалификации в качестве информационной войны, это суть важны. Может быть, для уголовного преследования важны. Для целей квалификации информационной войны не очень. Это может быть, например, в одном случае в Великом Новгороде активист движения Коренные Новгородцы. Которому не нужна истина, он не стремится к выяснению отношений, не стремится закрыть какой-то вопрос или закрыть организацию. У него целенаправленная атака идет. Он не зарабатывает на этом, он не продвигает свой товар. Он живет тем, чтобы достигнуть этой цели информационной дискредитации. Во втором случае организуется, например, интернет-сайт. Ну, в нашем случае это ложеналка.ком. Зарегистрированный в Техасе, серверами в Канаде, на частное лицо информации, в котором закрыто. На котором публикуется откровенно качественный более-менее. То есть это не кто-то вечером сделал, кто-то посидел денек хотя бы. Качественный материал, видеоролики, фото-жабы. Собирается регулярно, коллекционируется информация. И в определенном наборе интернет-ресурсов в течение нескольких месяцев выкидывается информация. Например, тег «заходите на ложеналку.ку». Там нет рекламы, они не зарабатывают на рекламе. Значит, это цель информационной войны. Например, хорошее слово Петрик, хорошо запоминающаяся фамилия, бьет. То есть Иванов был бы не очень. Например, придумалось слово «фуфлофильтр». Ну, отличный вопрос, сразу запоминается. И каждое десятое сообщение в десяти блогах Рунета вполне достаточно. Нет, секундочку. Это фуфлофильтр, заходите на вторую точку. Так вот, это создано все тем же самым активистом из Новгорода? Нет, другие наверняка, а я уверен, что нет. То есть субъекты за этим, это что, мировой заговор какой-то? В этой ситуации, я думаю, несколько субъектов. А я не поняла, а кого хотят дискредитировать? Петрик. А как его можно дискредитировать, если он какой-то образ «фуфлодия»? Это вы из субъекта перешли в объект. Поздравляю. А в людях здравый смысл уже вообще не предполагается, нет? Нет. Нет, нет. Теория информационной войны нигде не оперировала здравым смыслом. Нет у человека, у аудитории этой информационной войны вообще в голове ничего нет. Более того, уважаемые эксперты, я обращаю ваше внимание на то определение системы, которое было дано в лекции, что система это такая штука, которая реагирует, изменяется после каждой подачи на вход информации. Вот подали на вход информацию, да? Система сразу изменилась, да? Ну вот, да, в таких системах наличие здравого смысла, конечно, не предполагается. Вопрос в том, что система принципиально меняется или нет? То есть она меняется качественно или нет? Внутри количественные изменения всегда будут происходить. Я вот хочу ответить коллеге по поводу того, что каждый раз, значит, ищем единичную глупость вместо того, чтобы найти систему. Дело в том, что это было бы совсем неправильно так делать, потому что мы тогда рассыпемся на... То есть каждый отдельный человек имеет претензии к Петрику, потому что считает его на уровне здравого смысла действующим неправильно. Это не совсем так, потому что в основе этого лежит нечто общее. То, что, знаете, называется, извините, я скажу, трансцендентальное единство оперцепции. Понимаете? Вы можете выбирать выражение. Я только сподеваю, в основе чего лежит. В основе этого лежит определенная некая общность, понимание процесса и определенный общий интерес. Я, например, считаю, что в этой ситуации лежит определенный общий интерес. То есть люди видят, что, во-первых, их держат за дураков. Во-вторых, они видят, что деньги тратятся черт знает на что. Это и есть нормальная социальная самооборона, на мой взгляд. А это уже есть нечто общее. То есть здесь нельзя говорить о заговоре. Это можно говорить о неких единых действиях, направленных в общую сторону. Но здесь нельзя говорить каждый раз об отдельной борьбе против каждой отдельной глупости. В таком случае, понимаете, мы рассыпаемся на такую общечеловеческую, как бы сказать, как в украинске есть такое слово, дрибненький такой, знаете, вот дробную такую мелкую общечеловечность мы рассыпаем. В общем-то. В таком случае всегда искать врага, который взялся разрушить что-то, это немножко паранойя. Но искать причину, по которой стало возможным успешное нападение, это не паранойя. Это нормальное научное мышление, нормальная аналитика. Поэтому, на мой взгляд, тут надо разделять как-то, понимаете. Не рассматривать каждую отдельную ситуацию, как некий экшен такой, единичный. Вот. Нельзя множить сущность без необходимости, да? Мы все-таки должны выделить какую-то общую причину. Общую причину того, что происходит. И информационная война, она как раз предполагает две вещи. Либо цель есть поставленная, это есть либо реализация чьей-то цели, либо это есть следствие каких-то действий. Вот, на мой взгляд, примерно половина информационных войн, это есть следствие дурацких действий того, против кого эта война ведется. Потому что нормальная реакция общества. По крайней мере, вот блогерская система, направленная против вот этих гигантов большого бизнеса. Вы знаете, эта система зрела очень давно. В 2002 году в Штатах возникла огромная дискуссия, я уже говорил о ней, направленная на авторское право. Была дискуссия между двумя крупными газетами, Christian Science Monitor и New York Times. Они спорили о том, что делать, у нас авторское право продляется еще на 75 лет. Ведь все ремейки, все это авторское право. Это продление, это попытка запретить обществу пользоваться тем, чем по идее, и вообще даже исходя из принципов, объявленных отцами и основателями, уже можно пользоваться, они сказали, в разумных пределах. Они долго спорили о том, что такое разумные пределы, и решили, что еще 75 лет это будут разумные пределы. Вот в чем проблема. И началась борьба. Почему? По одной простой причине. Потому что общество, в котором наука становится производительной силой, оно не понимает, как за это брать деньги, а не понимает, кому платить. И в этой ситуации мы видим реальный конфликт между вот этим сообществом, которое является действительно общественным сообществом, которое обменивается свободными идеями, и теми людьми, которые хотят поставить перегородки и заставить за это платить. Так что на самом деле это реальный социальный конфликт. И я вполне на стороне этих блогеров, и очень порадовался, что жирных котов наказали. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть причина. Есть причина, причем очень давнейшая. Надо ее просто раскопать.